А всем привет друзья! Сегодня мы сделаем простую самоделку для обычной болгарки. И кстати у меня к вам будет небольшой вопрос, но это в процессе видео. Так что не будем долго затягивать болтовню. Меня зовут Сергей, давайте начинать! Итак, у нас есть угловая шлифовальная машинка, или коротко УШМ, или как многие ее называют болгарка. Это довольно популярный инструмент и сегодня поговорим о нем. А именно как правильно им работать. Лично я окончательного ответа не знаю, поэтому давайте разбираться вместе. Загуглив в интернете, натыкаемся на два способа работы. Это искры на себя. Кстати, другого способа я в своей жизни и не встречал. А также если поменять расположение кожуха и ручки, то получаем способ работы искры от себя. Но лично мне это не нравится, так как кнопку включения становится сложнее нажимать. Да и начало реза плохо видно. Хотя может это для леворуких удобно. Так вот вам, друзья, вопрос. Кто в этом разбирается, как правильно работать болгаркой? Искрами от себя или на себя? Напишите в комментариях. Я думаю, всем это будет очень интересно. А сегодня мы сделаем самоделку для тех, кто работает искрами на себя. И эти искры сильно раздражают. Для этого нам понадобится небольшой кусок резины. И примерно на глаз отрезаем нужный нам размер. И делаем небольшой выступ. Получилась классная советская мухобойка. Еще немного подровняем края. Также нам понадобится небольшой болтик с гайкой и шайбой. Подобрав сверло нужного нам размера, делаем небольшое отверстие. И аналогичное на нашей заготовке. Затем все это дело фиксируем. И у нас получился классный кожух от Искр. Сейчас затестируем. Вот такая у нас на сегодня получилась простая самоделка, друзья. Я хочу сказать вам всем огромное спасибо за то, что вы есть и смотрите мой канал. И если вам понравилась такая нестандартная идея, то поставьте пальчик вверх. Мне будет приятно. А также жду ваших ответов в комментариях. Как все-таки правильно работать УШН? В какую сторону должны лететь Искры? Еще раз спасибо. Подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет еще много безумных идей. Всем желаю удачи и хорошего настроения. Всем пока.